Путин опасается новых мятежей. Силы обороны Москвы после бунта главы ЧВК Вагнер Пригожина в июне 2023 года стали более военизированы. Это относительно новая организация по охране столичной инфраструктуры. Кроме того, путинская партия Единая Россия обзавелась собственной частной армией ЧВК Эспаниола, ранее находилась в структуре батальона Восток, как добровольческое подразделение российских ультрас. Почему Путин, опасаясь мятежей, окружает себя новыми наемниками? И чего от них стоит ждать россиянам в том числе? Об этом расскажу детальнее мои коллеги. Опасаясь военных мятежей в России, еще в ноябре 2022 года Путин создал организацию для охраны столицы – силы безопасности правительства Москвы. В июле 2023 года эта организация приобрела более военизированный характер, а именно получила разрешение на использование огнестрельного оружия. Проект также предоставляет москвичам возможности добровольно выполнять патриотические обязанности военного времени, избегая при этом службы на передовой в Украине. Мэр Москвы Сергей Собянин сумел ограничить прямое воздействие войны на относительно обеспеченное население столицы. Большинство российских потерь в Украине – из более бедных провинциальных регионов. Из сообщения Министерства обороны Великобритании в соцсети «Икс». По сообщениям британской разведки, силы безопасности правительства Москвы, скорее всего, были усилены, потому что оказались не готовы отражать наступление мятежных войск группы «Вагнер» в июне 2023. Надо понимать, что частная военная компания на самом деле вообще никак не описана законодательно. То есть ее не... Вот если там возникает какая-то проблема, то как вы будете решать эту проблему, если нет никаких законов, если нет ничего? То есть приходится... Вот почему Путин не мог справиться с Пригожиным 10 месяцев? Да потому что у него против Пригожиным не было никаких законных способов борьбы. Опасаясь возможных мятежей, Путин пытается окружить себя новыми наемниками. Так, партия российского диктатора «Единая Россия» взяла под свой контроль частную военную компанию «Эспаньола». Ранее она находилась в структуре так называемого батальона «Восток», как добровольческое подразделение российских футбольных фанатов. С 2023 года партия Путина провозгласила «Эспаньолу» частной военной компанией. Теперь за деньги «Единой России» проходит активный рекрутинг в ЧВК. В ЧВК «Эспаньола» берут так называемых футбольных ультрас российских радикалов всех мастей, в том числе симпатиков нацистской идеологии, а также рядовых гражданских лиц из обнищавших субъектов РФ и временно оккупированных территорий Украины. Последних используют в местных штурмах для создания статуса боевого подразделения. Из сообщения Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Телеграм. В пунктах рекрутинга в «Эспаньолу» за участие в боевых действиях против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц. Контракт должен быть подписан минимум на полгода. Также заманивают страховыми выплатами от 1 до 5 миллионов рублей – наивысшая плата за смерть наемника. Но в ГУР отмечают, что финансовая мотивация всего лишь обертка, поскольку погибших и тяжелораненых россиян не вывозят с поля боя и оформляют пропавшими без вести. – Пригожин уже доказал, что никакие частные кампании на фронте эффективными не могут быть. Потому что на фронте, это я, кстати, говорил весь 2023 год, особенно в начале, на фронте существует единственный принцип в армии – еди на начали. И на фронте не может быть разных компаний каких-то. И вот даже то, что сейчас ЧВК нету, но сейчас есть какая-то там Росгвардия, есть какие-то там Кадыровцы и так далее, это только создает проблемы на захваченных территориях в Украине со стороны Российской Федерации. Несмотря на то, что наемничество в России запрещено законом, в стране существует больше десятка частных военных и охранных компаний. По данным СМИ, в разные годы Россия использовала боевиков в почти 30 странах мира. Большинство российских ЧВК связаны с Министерством обороны, Федеральной службой безопасности или разведывательным управлением. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.